А с 5 по 8 апреля в Красноярске состоится чемпионат и первенство России по Северному Многоборью. Ожидается участие около 200 спортсменов из 10 регионов России. Зачем участникам понадобится топор, расскажут наши гости, тренер по Северному Многоборью Дюсша и Венкийского муниципального района Алексей Амельченко и министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев. Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, Северное Многоборье – это зрелищный вид спорта, можно сказать, и зачем нужен вот этот топор интересный? Вопрос к кому? Нет? Давайте я на что. Как хотите. Ну, вообще, Северное Многоборье – он сложный технический вид спорта. На самом деле, с одной стороны, он отражает основные физические качества, такие как ловкость, выносливость, быстрота. А с другой стороны, это самобытность тех людей, малочисленных народов Севера, которые проживают у нас в северных территориях. Состоит он из пяти дисциплин. Это национальный тройной прыжок, это прыжки через нарты, это бег по пересеченной местности с палкой, это экзотические метания маута на хорей. И еще один вид, который тоже очень важный сегодня, видите, этот элемент и вид спорта, и дисциплина будет продемонстрировано в тех условиях, в которых можно. Это метание топора на дальность. Как вы уже заметили, мы ждем более двухсот спортсменов из десяти субъектов. Мы не первый раз проводим чемпионат. Мы проводили чемпионат уже три раза в Красноярском крае. Это в далеком 87-м году, в 1987-м. Два чемпионата мы провели подряд в 2012-м, 2013-м. И вот федерация нам доверила провести чемпионаты первенства России в эти дни, которые сегодня стартуют на территории города Красноярска, в Красноярском крае. Замечательно. Очень интересно мне уже. Все-таки хочется послушать от Алексея про топор, вот как пользоваться этим орудием, что им вообще делать. Метательный топор. Я думаю, его бросают в длину, в высоту. Да, да, да. Это метание топора – это один из пяти видов многоборья у мужчин. Но сейчас уже пробуют и женщины, и девушки. Правда, пока еще в зачет многоборья не идет метание у женщин и у девушек. Но уже попытки такие в этом направлении есть. Значит, топор – это очень сложная дисциплина, требующая повышенных мер безопасности. Все спортсмены перед метанием топора проходят технику безопасности, расписываются в журнале с датой и с подписью каждого спортсмена о том, что он ознакомлен, как работать с данным инструментом. Что здесь важно? Значит, топор, правила метания топора. Вес топора ограничен правилами, он должен быть не легче 350 граммов, что проверяется перед началом соревнований. Судья старший по виду на метание топора, он проводит взвешивание каждого топора, который будет участвовать в данном соревновании. То есть спортсмен прижается своим инвентарем? Да, да, да. Немножко попозже я расскажу об этом. Проводится взвешивание, далее проводится маркировка, и на топоре, на топорище, делается соответствующая запись, которая вот соответствует данным соревнованиям. На каждом соревновании свое. Там указывается вес и подпись старшего. То есть если топор участвовал в нескольких соревнованиях, на нем будет несколько вот таких вот зарубок? Множество. Множество, да, множество. Если топор не соответствует заявленному весу в правилах, то он не допускается до соревнований. Далее он должен быть, топорище и обувь должны быть крепко соединены, не раскрябаны для того, чтобы во время полета или когда произойдет соприкосновение с землей, чтобы они не разлетелись в разные стороны и не поранили судей, которые находятся в поле. И так далее. А топор обязательно должен воткнуться, войти в землю? Нет, 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 он в принципе и не предполагается, что он должен воткнуться. Соревнование предполагает бросок топора на дальность. Чем дальше, тем лучше. То есть есть результаты за 200 метров. Вот это да. Метнули топор за 200 метров? Да. Замечательно. Такое может быть. А мерится по крайней точке его положения? По линии старта, да. И где произошло касание топора с поверхностью земли? Очень, уже это интересно. Хочется его потрогать, подержать в руках, можете дать? Да, конечно. Я обещаю не пораниться, быть аккуратным. Расскажите, пожалуйста, географию. Еще хотели что-то добавить? Про топор немножечко еще. Давайте. Топор изготавливается чаще всего самим спортсменом, либо тренером. Давай, подержу поломшоточку. Ну, а есть определенные стандарты, например, длина рукояти не менее 50 сантиметров. Чаще всего выбирается береза, как исходный материал для изготовления. Форма топорища выбирается под левую, под правую руку. Тут написано левша. Ну, потому что, да, вот та поверхность, которая будет у нас находиться к поверхности земли, она плоская. Ну, ну что, какие тонкости? Та поверхность, которая смотрит вверх, она выпуклая. Вот это левый топор, да, под левую руку, соответственно, он под правую, был бы наоборот все сделан. Если поменять руки неправильно, то он прилетит как бумеранг назад. Да, да, да. Это сейчас серьезно было сказано. Да, и у него есть свойство возвращаться, да. Возвращаться в обратную сторону. Лучше, чтобы он не возвращался. Да, думаю, по идее, нужно идти вперед. Но первоначально это было для охоты, да, сделано, чтобы, как я понял, метать правильный топор. Потом уже из этого сделали вид спорта. Да, да. Все элементы, в общем-то, носят прикладной характер. Так же, как и бег с палкой, преодоление ручьев болотистых местностей, где-то с кочки на кочку и так далее. Так же, как и метание топора. Более подробно, вот, с бегом с палкой, он, в смысле, как-то держит палку, потому что она мешает, да, вот, именно в этом сложность. Что-то сроднить. Она никто не мешает, она еще используется как шест для преодоления каких-либо препятствий. А, даже так. Конечно, вы упираетесь, отталкиваете и перепрыгиваете через что-то там возникшее. Здесь основное, что не просто были виды спорта и дисциплины здесь придуманы, это все из самобытности, которая есть у малочисленных народов Севера. И вот эти пять дисциплин, которые наиболее такие массовые, которые в жизни используются ежедневно, вот, они были взяты за основу, и многоборье состоит именно из пяти дисциплин. А про территории, которые вы сказали, безусловно, это в основном северные территории. Это Ханты, это Ямал, это Камчатка, это, естественно, Якуты, это наши территории, и Венкия, значит, и Красноярская команда будет представлять участие. Хочу отметить, что Красноярская команда по руководству нашего тренерского состава постоянно на многих соревнованиях ходит в тройку призеров, на прошлых чемпионатах домашних у нас и в первенстве, и в чемпионате были серебряные медали. И мы рассчитываем, что сейчас наша команда также должна к домашнему чемпионату подойти серьезно. И вот сегодня начинается первая дисциплина, это тройной национальный прыжок, он пройдет в Дворце спорта. Все виды пройдут у нас на двух площадках, это Дворец спорта Ивана Ярыгина и Метане, о котором выше мы говорили, в связи с тем, что нужна большая площадь, он пройдет на острове Татышево. Вот, на открытых пространствах, получается, да? Ну, замечательно, давайте еще раз пригласим тогда наших телезрителей, во сколько сегодня открытий, еще раз напомним, ну и вот, возможно, есть какие-то данные о том, во сколько пройдут следующие старты, зрелищные старты, куда можно прийти, действительно посмотреть, что насладиться. Сегодня проходит с 10 утра, основная площадка, где будут проходить ряд дисциплин, это Дворец спорта Ярыгина. Сегодня начинается с 10 утра первая дисциплина, это тройной прыжок. Сегодня вечером в 18 часов в Сибирском федеральном университете в новом конгресс-холле состоится открытие соревнований, и закрытие пройдет у нас в четверг. Также в Дворце спорта Ярыгина там будет заключительный этап, это прыжки через нарты, зрелищные, тоже не сказали о нем, но доходят до 1000 прыжков, один спортсмен может сделать это, высокоподготовленные спортсмены. Нарты – это же сани? Ну, не совсем. Это, получается, такие, ну, более детально тренер вам расскажет, что это такое. Ну, нарты – это макет, конечно, нарты – это ездовые нарты, на которых перемещаются оленеводы по тундре, да, по лесу тундре, это сани. А спортивные и соревновательные – это макет. Нарты с определенной высотой, высота, ширина, длина, то есть есть определенные параметры. В частности, вот мужские нарты высотой 50 сантиметров. То есть человек тысячу раз вот так... Нет, получается, 10, то обратно, и все 10 штук установлено. На расстоянии 55 сантиметров друг от друга расположены по одной линии 10 нарты. И участник должен поочередно преодолевать все 10 нарты. В одну сторону выполнять поворот и так далее. Безумно интересно, спасибо большое. Очень приятно, что вы к нам зашли в гости. Да, я еще раз представлю наших гостей. Тренер по северному многоборью ДЮС США, Эвенкийского муниципального района Алексей Амельченко и министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев были у нас в гостях. Спасибо большое, что пришли к нам, рассказали подробно о столь зрелищных соревнованиях, которые мы, конечно же, наших телезрителей приглашаем.